Доброе утро, дорогие друзья! Обсудим ситуацию в Беларуси. Сейчас проснулся, сортировал мусор и слушал передачи, последние, то, что вчера не успел посмотреть, в том числе передачу Андрея Караулова, которая была как раз посвящена вопросу событий в Минске, во всей Беларуси. И картина, по-моему, складывается следующим образом. Вот Караулов говорит, что зря я сказал, что Гозман, у него косой взгляд на жизнь, не может Путин ввести в Беларусь войска, а вот Лукашенко договорился с Путиным, что Россия нам поможет. Все готово, короче. Давайте подумаем, по принципу, кому выгодно. Древний-древний принцип. Посмотрим, кому выгодно. Мы уже много говорили о том, что в России зреют, мягко говоря, зреют протестные настроения. Путину нужно поднимать свои рейтинги, поднимать рейтинги Единой России, потому что вот это их любимая системка, причем под словом «Путин» я имею в виду не лично Владимира Владимировича Путина, рожденного в Ленинграде в каком-то там году, я имею в виду сложившуюся верхушку, элитка, связь олигархов, чиновников, силовиков, лицом которой является Путин. Их в современной России все устраивает. Они богатеют. У них все шикарно. У них есть все, что они хотят. Ну, сложно представить себе вещь, которую российский олигарх не может получить. Они живут в любой стране мира. У них есть полная доступность женщин, еды, наркотиков, а им не обязательно руководить бизнесами. Причем вот этот образ человека, это же относится не только к какому-нибудь там руководителю норильского никеля Потанину, руководителя русала Дерипаския. Это же относится к любому высокопоставленному генералу ФСБ, ФСО, МВД. То же самое относится... Ну, короче говоря, ребят, такая система сложилась. Но она начала рушиться, просто потому, что люди уже устали терпеть. Это терпеть дальше невозможно. Начались протесты и так далее. Нужно как-то поднять патриотический дух. Возникла идея, почему бы нам не устроить новую крымскую викторию, потому что как в 2014 году был присоединен к России Крым, воссоединение с Крымом, в Путина сразу поверили, у России великое будущее, мы начинаем курс на суверенитет. Сейчас мы построим снова великую империю. Хватит прислуживать Западу, хватит ползать на коленях. Давайте, ребята, братушки, вперед. Путин поручил огромный кредит доверия, масса политических очков, вперед-вперед, только вперед, без остановки. Сейчас прошло 6 лет, мы видим, что этот кредит был использован только для того, чтобы усидеть на месте дальше. И вот он уже подходит к концу, кончается, нет этого кредита доверия. Можно захватить Беларусь, Но если ж мы захватим Беларусь, то что ж тогда получается? Путина объявят врагом, скажут, что он такой плохой, введут новые санкции. Ужас, ужас, ужас. Но если Путин придет помочь, не захватить, нет, нет, защитить от американского Майдана, от жуткого вторжения в дела суверенной Беларуси, на которую покушаются, понимаешь, Польша, Литва, Латвия, Швеция, Норвегия, там все, кто вокруг, они все позарились на белорусские просторы. И, конечно, если батька Лукашенко не справится, вот они уже и договорились с Путиным, что Путин введет войска. Ограниченный контингент войск. И Караулов удивляется, ё-моё, а как же так? Против нас же введут санкции, нашу экономику раздолбают. Ребят, если вы меня смотрите, что называется, не первый раз. Кстати, многие смотрят и не подписываются, поэтому подписываемся, не забываем, и ставим лайки под этим видео, и делаем репосты, и пишем длинные комментарии, высказывайтесь. Так вот, мы уже много с вами говорим о том, что наша экономика на грани коллапса, на грани отвратительного, ужасного, мощного кризиса. Он произойдет. Это вина не каких-то там санкций, это вина Путина, его правительства. Вот то, что у нас происходит с экономикой последние 15 лет, примерно 15 лет, это полное предательство национальных интересов, интересов российского народа, Российской Федерации в исторической перспективе. У нас экономики, в принципе, нету. У нас с экономикой просто беда. Владимир Владимирович ничего не сделал, чтобы наша экономика куда-то развивалась. У нас нет промышленности, нет сельского хозяйства, мы очень зависимы от импорта. Мы 15 лет пытались слезть с нефтяной иглы, в итоге год назад Путин на пресс-конференции говорит, надо признать, мы великая нефтяная сверхдержава. То есть мы пытались слезть с нефтяной зависимости, оказалось, что мы по уши на ней сидим, и это пора признать. 15 лет итог слезания с нефтяной иглой. Так что крах экономики близок. Доллар подорожает в 1,5-2 раза, соответственно, цены на все импортное, и на продукты питания, и на одежду, и на станки оборудования, электронику, соответственно, подорожают. Покупательная способность упадет, ребят, близится катастрофа. Путин уже придется за нее отвечать. Путина спросят, кого ты в правительство назначил, что вообще происходит, у нас катастрофа. А он скажет, а это не я, ребят. Это Запад вводит санкции на нас. Все, ребят. Все шито-крыто, и схема идеальная. Путин воссоединил Россию и Белоруссию. Красавчик. На Путина обрушились западные санкции. Он ни в чем не виноват. Красавчик. Путин готов в любой момент предложить русскому народу великое будущее. Мы спасаем окружающие народы, и ради этого надо потерпеть. Вот у русских людей, у нас есть большая такая проблема, мы любим чувствовать себя виноватыми, мы любим чувствовать стыд, мы любим чувствовать себя жертвами, мы любим чувствовать себя страдальцами. Потому что если я жертва, если я страдалец, если я не имею моральной возможности, не знаю там, быть богатым это плохо. Поэтому не надо зарабатывать деньги. У меня нет возможности. Плохое государство, все плохие. Поэтому конкретно я потрачу все свои деньги на водку, на пиво, сяду перед телевизором или перед компьютерными играми и буду этим заниматься. Это такая негативная черта. Она есть, конечно, не только у русских людей, но у нас она довольно часто встречается. Вот такой инфантилизм. И когда Путин предложит, ребята, хорошо не жили, нечего и начинать. Да, у нас экономический кризис, зато мы воссоединились с Белоруссией. Года на два Путин получает политические очки кредит доверия, как после Крыма, ватники просто ходят маршами по Москве и кричат, ребята, мы сила, мы воссоединились с Белоруссией. Конечно, в Белоруссии начинается разграбление всего, что у них там еще сохранилось. Раздербанят просто все, что только можно и нельзя. В Белоруссии, я боюсь, все будет очень печально, если пойдет по этому сценарию. А другого сценария я даже и не вижу. Судя по всему, в самом деле, за протестами в Белоруссии стояла рука Москвы. Я так предполагаю, это мое личное мнение. Это план Путина по присоединению Белоруссии. Все складывается один к одному. И западные санкции для Путина – это подарок. Поймите. Потому что сейчас он виноват за то, что у нас будет экономический крах. Если же введут новые санкции, то виноваты американцы. Такая вот картина, друзья, безрадостная. Вот, поэтому скоро будем с белорусами в одном государстве жить. Надо вникать в проблемы этих регионов, поддерживать людей. Будем изо всех сил пытаться защитить остатки промышленности и сельского хозяйства, которые есть в Белоруссии. Ну, кто знает, может быть, нормальные специалисты, которых в Белоруссии весьма много, приедут в другие российские регионы и смогут восстановить здесь у нас промышленность и сельское хозяйство. У нас тут один Грудинин и Мельниченко рассказывают о том, как должно быть устроено сельское хозяйство. В Белоруссии таких людей сотни тысячи. Так что вот так. Несколько грустно об этом рассказывать. Зато радостно рассказать о том, что у нас на основном канале уже 600 тысяч подписчиков, друзья. Сегодня в честь этого будет стрим. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Несмотря ни на что, важно сохранять позитивный образ мышления, видеть возможности, трезво оценивать угрозы, искать пути, конструктивные пути к улучшению ситуации, к изменению в управлении ситуации в народную пользу. Свои идеи, как обычно, пишите в комментарии. Спасибо, до новых встреч.